Приветствую вас, коллеги! Сегодня я вам покажу, как работает пояс от компании Festool вместе со штангой, с Планексом и с пылесосом от Festool. Значит, для чего нужен Планекс? Планекс нам необходим для зачистки потолков и стен в высококачественной и в больших объемах. И пояс нам нужен для того, чтобы разгрузить руки мастера и разгрузить его спину. А, что идет в комплектации? Значит, в комплектации идет у нас вот такой пояс. Он, кстати, может использоваться как пояс где-то на высоте, то есть, возможно его использовать. Довольно-таки хороший, везде мягкие накладочки на спину, на плечи мягкие накладки, естественно, на пояс. Обрамление внутри идет уже с наружной стороны, какой-то плотный картон, здесь хорошая, качественная ткань. При этом, как и вся продукция от компании Festool, нету никаких лишних движений, нету никаких лишних швов, то есть, все четко и все по делу. Дальше идет вот такая штука, она одевается на пояс, на нее уже ставят штанга. Внутри штанги кожаная прокладочка такая, нужна она для того, чтобы не протирать эту ткань и как можно больше она служила. Она довольно плотная, здесь у нас мягкое уплотнение, то есть, если какие-то нагрузки сюда, с этой стороны у нас все мягко. То есть, если у нас будет сюда подходить, значит, здесь идут карабины, два карабина. Эти карабины вешаются с этой стороны, с этой, с этой и здесь. Дальше у нас идет три колена, то есть, одно колено, второе колено, третье. И в комплектации еще идет ручка. Все. Дополнительно, если мы хотим еще дополнительно что-то докупить, можно дополнительно докупить ручку. Эта ручка немножко другая. Вот эта ручка, которая идет в стандартной комплектации, она идет именно под широкий обод Планкса. Вот эта ручка, которая отдельно покупается, она идет под узкий обод именно самой штанги. Штанга разборная из трех частей, плюс дополнительно идут вот такие зажимы. Очень такая интересная особенность, которую я обратил внимание, когда инженера придумывают это все. Они сделали с одной стороны, это в самом низу она ставится, то, что здесь такой есть небольшой выходящий, как назвать, шкив, что ли. Он фиксирует и уже штанга не сможет ходить ни влево, ни вправо, потому что здесь вот, можете обратить внимание, все зафиксировано. То есть мы здесь зажали, с одной стороны закрутили, и все, у нас здесь зафиксировалось на Планксе и зафиксировалось на штанге. То же самое фиксируем здесь. Она у нас свободно ездит. Ручки мы тоже самое в любом месте, как нам удобно, фиксируем. Ребята, очень важная информация для тех, кто вдруг захочет себе купить данный девайс, значит, я настоятельно рекомендую купить дополнительно еще одно колено. В стандартной комплектации компании FESTO на Планксе идет голова, колено, блок. Если вы купите еще одно колено, стоит оно порядка, где-то около 150 евро, вы, во-первых, сможете высокие потолки делать, потому что даже с моим ростом я, наверное, и малые потолки не смогу. Я думаю, что и малые потолки, а малые потолки это где-то порядка 2.40-2.50, будет очень сложно делать. Нужен запас, запас мощности. Если у нас этот запас мощности будет, мы единственное, что потеряем, это немножечко веса, того самого веса, который идет с самой штанги. Здесь мы это все регулируем. То есть мы можем, штанга у нас может ездить. Так, и сейчас я, естественно, вам покажу, как она в работе, и потом, коротко, наверное, я ее разберу, и еще дам свои какие-то моменты. Вы сами увидите, как это все работает. Сразу могу сказать. На росты работает замечательно. Ни потности, ни ходу, ничего не надо. Стоим на своих ногах, на плечах застежки и спокойно регулируем. Единственный вид на счет, немного не доходим до угла. Потому что, если, например, кожу сниму на голове, я могу агриканскую ленту в пункте прорезать. Ладно, от слот приступаем к делу. Значит. Регулируем уже под свою комплектацию. Здесь все очень легко регулируется. Одеваем как можно плотнее. Такая классная фишка придумана. То есть, видите, у нас шлеечка. Мы руку даже протянули. Подтянули. Все. И нам не надо никого ничего не просить. Она автоматически протянулась. Все очень-все очень плотно. Дальше. Одеваем карабины, как нам удобно. Они у нас не только здесь регулируются, да? Видите? Но у нас еще есть вот в этих местах. То есть, тоже. Это по росту человека, по его комплектации. То есть, подгоняем, как нам удобно. Дальше. Вот эта штука, которая на середине, да? Ее можно слева, справа. То есть, она тоже очень хорошо ездит. Здесь на рисунке показано у человека, что у него стоит где-то сбоку. Ну, у меня примерно не сбоку, а не посередине. То есть, левша, выправша. Дальше что? Делаем. Ставлю просто на угол. Одеваю. Все. И самое, что очень важно, в такой момент тоже регулируем там, где нам удобно держать. То есть, я для себя определил, что мне удобно одной рукой, если поправлять здесь. Или здесь. Или же можно двумя руками сверху держать. То есть, сами для себя определили. Поставили нужную варку. Поставили нужную скорость. Уменьшили. Меньше виброчисток, чтобы нас меньше, чтобы было отхождение. Включение вакуума. Ну и все. Ну, предположим. Начнем. Давай вот это. Пока. Пока. Клиция. Как сами можете видеть, как бы, русты зачищать можно. И можно очень-очень быстро, прямо с земли. А вот уже на покраске, на покраске надо подумать. Я, ребята, специально как-то эксперимент. Сегодня мы закончили с коллегой зачистить все хрустов на коттедже 150 квадратных метров. После шпаклевки я специально выделю какой-то участок. Какой-то маленькой комнаты, может быть, или конкретный участок. Лучше всего, конечно, комнаты. Попробовать сделать это без запилов. Я думаю, что возможно, хотя это очень сложно, возможно, попробовать надо. Вот, по этому хрустам сразу могу сказать, ребята, это работает. Это работает, это работает четко. И время будет гораздо меньше, потому что затрачено на зачистку хрустов. Почему? Да потому что не надо передвигать козлики, не надо передвигать веса. Если у вас есть ходули, ну, с ходули немножечко быстрее, чем с козликом будет. Но именно с этого пояса будет еще быстрее. Одну секунду. Перезвоню, перезвоню. Будет еще быстрее. Так что вот такой девас. Я сейчас разберу его и покажу, из каких частей он состоит. Растетывается тоже все очень легко. Разбирается он таким образом. Откручивается с одной стороны. С второй стороны. Все, это у нас снято. Одна. Вторая. Ну, это я уже не буду разбирать. И вот он околина. Второе. Третье. Одно. Второе. Я бы какую рекомендацию, например, мог бы дать. Вот реально трубы очень тяжелые. Но при этом они будут надежны. Все черт, все надежно. Если было бы возможно, конечно. Если было бы возможно. Было бы лучше, чтобы они чуть-чуть полегче все это сделали. Вот. Ну вот так вот. Так. Что еще? Ребята, не знаю, что еще вам сказать такого. Пока я доволен. Да, согласен. Это полпланокса. Это цена как бы немалая. Ну, вы сами понимаете. На месте нельзя стоять. Надо все время стараться пробовать. Стараться применять какие-то технологии. Европейские технологии. Американские технологии. Мелочей в нашей, ребята, профессии не бывает. Все. Все важно. Посмотрите на окна. Чтобы и окна были чистенькие после себя. После их полной уборки их упаковать. Подоконники не были поцарапаны. Чтобы углы были выточены как струнка. Ровненькие, ровненькие. Чтобы все было прокрылено аккуратненько. То есть, все-все-все-все стараться. И вот в нашей профессии, в отделке. Постоянно что-то хочется новое. Постоянно что-то хочется, что будет приносить. Во-первых, удовлетворение. Во-вторых, качество. Самая высокая. Высокая скорость. Ну, и все из-за этого вытекающие. Очень, конечно, мне хотелось бы приобрести Мирка. Дерос 650 с 5.0 мм эксцентрик. Или же, я еще рассматриваю, от компании Festool. ЕТЦ 150. Что-то такое. Ну, они аналоги. У Миши Безяев на канале есть. Я сейчас вот просматривал форумы. Читал вот там, и там, и там. Вот. Наверное, больше склоняюсь к Мирке. Вот я не знаю. Если есть ребята, которые работали и Мирка, и у Festool. Я знаю, что вот Festool. Этот маленький аналог Мирки вышел осенью прошлого года. Может кто-то юзал, кто-то работал. Кто скажет, что лучше. То есть, есть желание приобрести. Потому что там, если здесь диаметр 225 мм. У Ланельса. Ему нужны объемы. Он задыхается на квартирах. Ему надо именно работать. Работать, работать. Когда, например, какая-то комната. Например, в квартире мы делаем комнату. Или даже просто квартирку делаем. Ну, квартира быстро вылетает. Ну, когда комната, или кухонька, или там, какой-то потолочек с заказом. Как Мирка работает. Как Festool 150 работает. Вот, еще не определился. Я думаю, кто-то в комментариях может мне это подсказать. Вот. Так что, ребята. Не знаю, насколько полный был обзор. Если кто-то из вас работал и знает. Пишите в комментариях, кто, что скажет. Возможно ли это сделать зачистку потолков под окраску. Если честно, для меня это еще загадка. Русты можно шлифовать. Все четко, все вопросов нет. Покраска, мне кажется, возможно. Но с большой опасностью. Потому что чуть лево, чуть вправо резанул, оставил запил. Запил или под шпаклевывай, или же перечищай. Ну, скорее всего, что перечищай. Поклевай. Ну, надо пробовать. Ребята, я обязательно попробую. И вы первые мои подписчики, кто подписан на этот канал. Будете знать о самых последних моих каких-то достижениях. Мне не жалко. Я всегда открыто рассказываю. У каждого человека свой клиент. Поэтому, если у вас есть какие-то наработки. Есть какие-то технологии. Есть свои секреты. Не надо их куда-то прятать в ящик. Просто показывайте людям. Ваш клиент от вас никуда не убежит. На сегодня всё. Всё, ребята. Всем пока. До новых встреч.